Бывшего замначальника Горуправления милиции Александра Гапуру обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям. Речь идет о событиях минувшего года, которые происходили 19 февраля под Академией внутренних войск. Тогда сотни харьковчан блокировали выезд у ворот Академии, чтобы не допустить вывоза курсантов на Киевский Майдан. Для охраны общественного порядка на место было отправлено несколько подразделений милиции, которые в дальнейшем приняли участие в разгоне самых активных митингующих. Практически вместе с правоохранителями на автобусах коммунальных перевозчиков приехали неизвестные в салатовых жилетках и балаклавах с палками и дубинками. На их появление милиция никак не отреагировала, никого из молодчиков на месте не задержала. По словам евромайдановцев, их избивали и неизвестные в балаклавах и сотрудники милицейских спецподразделений. Это зафиксировано на многочисленных кадрах видео. Кроме того, пострадали не только активисты, но также журналисты и операторы, которые освещали события. В этот момент, говорят и пострадавшие свидетели, силовики бездействовали. Уверенный именно замначальник огуруправления милиции, который присутствовал на месте, в тот момент руководил действиями правоохранителей. Сегодня было допрошено еще три свидетеля по делу Александра Гапуры. В прокуратуре говорят, их показания только утвердили их в обоснованности предъявленных обвинений. Допросим сначала свидетелей, после этого допросим потерпевших, изучим материалы волновой производства в судебном заседании, потом они уже принимают решение. Прокуратура пока настаивает на предъявленном обвинении на Гапуре Александру Николаевичу. Совершение преступления предусмотрено статьей 367, часть 2 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, адвокат обвиняемого настаивает на невиновности своего подзащитного. Говорит, то, что Александр Гапура был на месте события, отрицать не станут. Однако его роль в избиении представителей СМИ и активистов Евромайдана вопрос спорный. Ну, были допрошены потерпевшие, вот свидетели, равно как и потерпевшие, на Гапуру не указывают. Отдельные свидетели говорят, что он там был, так мы этого и не отрицаем. Он там был по долгу своей службы. А что касается того состава преступления, которое ему вменяют, то он на сегодняшний день свидетельскими показаниями не подтверждается. Те свидетели, которые были допрошены сегодня, они не говорят о том, что Гапура совершал те или иные противоправные действия, которые ему инкриминируют. Санкция статьи «Служебная халатность» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности. Следующее заседание по делу Александра Гапуры состоится 18 ноября. Лариса Говина, Павел Велицкий, агентство телевидения Новости.